Здравствуйте! Это программа «Право знать». Мы обсуждаем острые темы и проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются жители нашего региона. Обязательный техосмотр в России отменен и переведен на добровольную основу. Поправки в законодательство Госдума приняла в декабре 2021 года. Тем не менее, не все так просто, как кажется. Мы попробуем разобраться в нюансах, которые важно знать каждому водителю. У нас в студии заместитель начальника отдела госавтоинспекции по городу Саратово Юрий Носов. Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Добрый день. Ну и первый вопрос такой. Объясните, что такое техосмотр, почему его отменили, к какому автотранспорту не требуется проведение технического осмотра сейчас? Технический осмотр – это проверка технического состояния транспортных средств на предмет соответствия требованиям безопасности, которые предусмотрены у нас в России и в соответствии с международными договорами, которые заключены с Россией. Техосмотр действительно отменен для транспортных средств, которые принадлежат физическим лицам. И используются, ну вернее не используются для каких-то коммерческих целей, для извлечения прибыли и так далее. То есть те, которые используются лично для себя. Это легковые транспортные средства, мотоциклы и грузовые транспортные средства, грузоподъемностью до 3,5 тонн. Вот для этой категории транспортных средств, которые личные, то есть принадлежат физическим лицам и не используются в качестве получения какой-либо прибыли, они, получается так, что не требуются для них прохождения технического осмотра. Такие предложения возникли в середине, где-то начале прошлого года, якобы связанные с недостаточным, так сказать, с недостаточным количеством пунктов, которые проводят технические осмотры в определенных местах нашей большой Родины. Ну я не могу утверждать на самом деле так это или не так, но тем не менее закон принят, и вот теперь состояние дело вот такое, какое сейчас есть. Понятно. А для кого все-таки техосмотр все равно обязательный? То есть вы сказали, что если человек, грубо говоря, сам возит себя, жену, детей, то не нужен техосмотр. А если, да, вот он, допустим, работает в такси, ну частный, то есть ему уже нужен, получается? Да. Ну, понимаете, что сейчас может использоваться для коммерческих целей транспорт, который принадлежит и физическим лицам, да, и юридическим каким-то лицам. Вот этой категории транспорта, которая используется для перевозки грузов или пассажиров на коммерческой основе, вот таким транспортным средством, безусловно, техосмотр требуется. Там достаточно сложный такой табель о рангах, можно сказать, какому техническому средству, в какой период нужно проходить технический осмотр. В течение двух лет должны проходить транспортные средства, легковой, значит, мотоциклы, и те, которые грузоподъемностью до 3,5 тонн, которые используются в коммерческих целях, у которых возраст от 4 до 10 лет, так сказать, возраст транспортного средства, от 4 до 10 лет, включая дата выпуска транспортного средства. Вот для этих транспортных средств техосмотр должен проходиться раз в 2 года. Если такие транспортные средства превышают 10-летний рубеж, то есть стареют, тогда им уже техосмотр необходимо проходить через год, каждый год. Но смотрите, водителям, чтобы не запутаться, где-то есть вот эти требования, или они могут в госавтоинспекцию обратиться и им разъяснят? Нет, безусловно, там есть правила прохождения технического осмотра, есть федеральный закон на прохождение техосмотра 170-й от 2011 года, и там все вот эти вот категории, поправки, они все включены. Транспортные средства, которые используются для перевозки пассажиров, автобусы, грузовые транспортные средства с количеством мест более 8 пассажирских, если у них возраст выпуска транспортного средства не больше 5 лет, они должны проходить технический осмотр раз в год. Если возраст транспортного средства больше 5 лет, и вот эти транспортные средства, забыл еще такси, легковые такси, они должны проходить уже раз в полгода, и еще бензовозы, то есть те транспортные средства, которые возят опасные грузы, они должны проходить каждые полгода. Там, где есть реальная угроза, так сказать, безопасности, здесь уже повышенный контроль за техническим состоянием вот этих транспортных средств. Такой вопрос, а что грозит тем водителям, которые не пройдут техосмотры обязательные, которые работают в коммерческих целях, и не прошли они, что будет с ними? Да, там изменена административная ответственность в кодексе, в нашем административных правонарушениях Российской Федерации, статья 12.5. Если раньше за непрохождение технического осмотра грозил штраф в размере 500 рублей, и сейчас немножко статья сама изменена, то есть управление, она звучит следующим образом, изменена текстовка, то есть управление транспортным средством без диагностической карты, которая подтверждает допуск этого транспортного средства к движению, там уже штраф 2000 рублей. А смотрите, ну понятно, если, допустим, водитель работает на предприятии, в какой-то компании, да, и компания отвечает за то, чтобы их сотрудник и транспортное средство, которое принадлежит им, прошли техосмотр. Если, допустим, в том же случае, как такси, да, по найму, получается, многие же работают водители на своих машинах, но работают в такси, там сам, получается, водитель несет ответственность? Естественно, тот, кто управляет, водитель. Но там есть такая система, которая предусматривает цепочку ответственности дальше. То есть в любом случае, если средства используются в каких-то коммерческих целях, то есть какое-то должностное лицо, индивидуальные предприниматели или юридическое лицо, которое несет ответственность уже по другим статьям. Тут немножко, вот если механик, допустим, выпустил транспортное средство с непройденным техническим осмотром, то водитель наказывается штрафом в 2000 рублей, а сам механик за вот это действие штрафом в 500 рублей. Ну, есть там штрафы, естественно, и для юридических лиц. Но они, естественно, выше. Такая цепочка есть. Ну, конечно, там, безусловно, другая рамка, другие разряды и выше. Еще такой вопрос. Многие автолюбители как раз его задавали. Вот смотрите, боятся с тем, что возникнут проблемы при оформлении полиса ОСАГО, если нет техосмотра, да? То есть его же отменили, а многие, ну, как раньше, да, это было, многие страховые компании требовали техосмотра. Ну, да, сейчас такого права у представителей страховых компаний нет, поэтому страховку можно оформить без диагностической карты. То есть человек просто приезжает? Да, да. Если раньше такой порядок существовал, то есть наоткоп страховым компаниям был отдан техосмотр, без прохождения его, соответственно, нельзя было застраховать транспортное средство, или даже можно было, но вот сейчас, как бы, такой ответственности нет. В случае возникновения дорожно-транспортного происшествия, как там будет возникать вот эти вот перипетии, это такой вопрос, такой достаточно сложный. Но я думаю, что если есть положение, говорящие о том, что физическое лицо, которое не использует транспортное средство в комических целях, не должен иметь техосмотр, значит, он и в случае возникновения дорожно-транспортного происшествия не должен он и иметь в этот момент эту диагностическую карту и так далее. А смотрите, сам для себя человек может, если хочет пройти техосмотр, пойти, пройти его? Да, да, как добровольное начало сохранилось, то есть любой человек может пойти, независимо от формы собственности, сказать, я хочу пройти технический осмотр, обратиться на ПТО, пункт технического осмотра, получить диагностическую карту. Вот, кстати, при регистрационных действиях, если машине больше 4 лет, с датой изготовления, указанной в документах, которые индифицируют машину, то сотрудники регистрационных экзаменационных подразделений требуют предъявления диагностической карты при постановке такого транспортного средства на учет, при изменении владельца или внесении изменений в конструкцию транспортного средства. То есть, по сути, получается, если человек купил бэушную машину, то ему все равно в любом случае, если она старше 4 лет, техосмотр нужен. Да. А так, получается, при желании. Да, зато не пройдут они их действия. Понятно. Смотрите, давайте еще поговорим. Вот на какую тему мы уже сказали, что при возникновении вопросов можно обращаться в госавтоинспекцию, там подробно все объяснят. А еще какие услуги оказывает ГИБДД по городу Саратова? Ну, наше городское подразделение, отдел ГИБДД города Саратова, оказывает государственные услуги в виде оформления разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортных средств. То есть, это одна госуслуга. Вторая госуслуга – это уже непосредственно выдача свидетельств о соответствии конструкции транспортных средств. Ну, о чем идет речь? Любые изменения в конструкцию транспортных средств, они должны согласовываться с заводом-изготовителем, получать его одобрение. И вот эти вот самоделки, которые очень нравятся нашим автолюбителям, они большей частью незаконны, потому что они не прошли соответствующую сертификацию. Я имею в виду кенгурятники, багажники, дополнительное освещение, усиленные бампера, резина устанавливается другого формата и так далее. Вот это все требует оформления в соответствующем порядке. То есть, человек получает разрешение, потом переоборудует свои транспортные средства, если у него все документы в порядке, потом получает свидетельство о соответствии конструкции транспортного средства, требования безопасности дорожного движения, а потом в РЭО уже эти изменения прописывает в паспорте транспортного средства, и он спокойно, со спокойной душой управляет транспортным средством. И третья государственная услуга, она специфическая, это допуск транспортного средства к перевозке опасных грузов. То есть, без завозы, касается, безусловно, специализированных предприятий, они должны пройти определенную проверку, прежде чем осуществлять перевозки опасных грузов. А вот смотрите, про изменение, внесение изменений в конструкцию автомобиля, в принципе, тоже такая тема, на которую автолюбители любят общаться, и говорят, да подумаешь, я поставил спойлер какой-нибудь назад, это тоже уже изменение конструкции? Да, безусловно, изменение конструкции. Но мы все-таки стараемся лояльно подходить к этому вопросу, я не говорю, что мы там закрываем глаза, но есть регионы, где достаточно строго к этому относятся, если вы, допустим, если здесь вы ездите с каким-то спойлером, и вас, может быть, не останавливают, но, значит, может, руки не дошли сотрудникам госавтоинспекции. Но есть регионы, в которые выезжают, и там уже достаточно все строго. То есть, даже, грубо говоря, если я поставил на машину резину и диски большего диаметра, чем это написано в технической, то уже есть повод остановить и проверить документы? Да, безусловно. Естественно, там существует презумпция невиновности, нужно этот вопрос доказать, то есть провести какие-то измерения, документированные и так далее, но, тем не менее, такое положение существует. А всеми любимое или, наоборот, нелюбимое затемнение окон? Ну, это отдельный вопрос. Ведется борьба с этим делом. Это, кстати, первое самое распространенное нарушение, которое сотрудниками ГИБДД выявляется в нашем городе. На втором месте как раз управление транспортным средством без полиса ОСАГО. Вот это вот такие самые распространенные нарушения. Достаточно просто этот вопрос решается. Если первый раз человек задерживается за управление транспортным средством с нанесенной там тонировкой или какими-то другими, ухудшающий обзор водителю с его водительского места, то ему выдается предупреждение или предписание. И уже это все фиксируется в наших электронных базах. И если этот водитель попадается второй раз, предписание выдается на предмет устранения этой неисправности. Он, безусловно, оформляется, он выписывает ему штраф и выдается вот это предписание. Если он попадает второй раз и не выполняет, то есть он также с тонировкой попадается, то здесь его напрямую отправляют к мировому судье. Ну, соответственно, составляет протокол по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях. И мы с ним едем в суд. И там уже судья принимает решение, в каком виде его наказать за то, что он не исполнил законные требования инспектора. Это зависит от оценки судьей всех обстоятельств, которые в данном деле рассматриваются. Юрий Анатольевич, спасибо, что пришли к нам в студию и так подробно отвечали на наши вопросы. Всегда рад вас видеть здесь. Спасибо, я тоже всегда рад вас видеть. А нашим телезрителям я напоминаю, что вы тоже можете задать интересующий вас вопрос сотруднику регионального отделения полиции. Для этого нужно отправить его на почту инфособака-саратов-24.тв и следить за ближайшими выпусками. Это была программа «Право знать». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова